Примерно в 9.45 вечера 8 октября 2017 начались пожары в Северной Калифорнии. Ко времени восхода солнца более тысячи жилищ было уничтожено. На видео и фотографиях видно, как этот так называемый лесной пожар, похоже, вышел из-под контроля и каким-то образом перепрыгивал с дома на дом. По сообщениям CNN, так называемый лесной пожар распространился на шоссе. На фотографиях видно, как из-под машин текли ручьи расплавленного алюминия, что, судя по всему, стало результатом высвобождения беспрецедентной мощи. Обычный лесной пожар может достигать температуры 1000 стопов Фаренгейту. Алюминиевый сплав плавится при температуре от 1200 до 2000. Но многие из этих машин находились далеко от лесного пожара. Некоторые из них были перевернуты. Температура должна была быть очень высокой. Она не только расплавила алюминиевый сплав. Все дома сгорели до тла менее чем за 12 часов. К 31 октября пожар уничтожил 5643 строения. PGE — Тихоокеанская электрогазовая компания. Она была признана виновной в 16 случаях возникновения пожаров с ущербом в более чем 10 миллиардов долларов, в то же время получая прибыль миллиард долларов в год для инвестиционной компании Ротшильдов. PGE предупредила общественность, что пожары не только продолжатся, но и будут увеличиваться в масштабах с каждым годом. Они предупредили своих инвесторов, что из-за необходимости выполнения своих обязательств компания будет вынуждена признать себя банкротом. В июне коммунальные службы заявили законодателям, что им нужна помощь, чтобы пережить грядущий сезон пожаров. 31 августа власти штата Калифорния приняли поправку о помощи коммунальщикам, чтобы защитить компанию PGE, ее акционеров и инвестиционную группу Ротшильдов. Утром 8 ноября 2018 в Калифорнии начались лесные пожары. Те же аномалии, что и в предыдущих случаях, и они уже в два раза более разрушительные. Многие люди задаются одним и тем же вопросом. Это нападение? В 2003 году министр обороны Дональд Рамсфилд и генерал Ричард Майерс подтвердили разработку направленного энергетического оружия в сфере микроволновых технологий. В 2017 году установка компании Lockheed Martin сбивает дроны в небе с помощью невидимого лазерного луча, который выжигает их изнутри. Технология существует, улики налицо. Но что насчет мотива? Возможно, причина в плане 21, Организации Объединенных Наций, в котором предполагается, что определенные части страны не должны быть населены людьми. И так получилось, что эти странные калифорнийские пожары начались именно в этих частях. Не для человеческого использования. Новые законы и правила страхования запрещают владельцам отстраивать утраченное жилье. В то же время ситуацию с пожарами объявляют новой нормой и заявляют, что это феномен глобального потепления. Губернатор Калифорнии заявил, что люди должны сами оплатить весь причиненный им ущерб. Заранее закон подогнули дома, а не восстанавливать после пожара. И Калифорния хотела отделиться от США, потому что мы не хотим, чтобы 49 разных штатов решали наше будущее. Смотрел какой-то канал, там чувак гулял, и по сгоревшему городу он сказал, что хотел снять видео с дрона. Но дрон не мог взлететь, так как рядом стоит военный транспорт, а он там действительно был, и с него транслируют радиосигнал, который глушит. Вопрос, зачем глушить и не давать снимать с воздуха? Что скрывать, если уже все выгорело? Явно не хотели, чтобы сверху стало видно очевидные вещи. Попробуем нагреть алюминиевую проволоку, известно, что на поверхности алюминия всегда присутствует оксидная пленка, температура плавления которой 2050 градусов Цельсия. Расплавленный алюминий не теряет форму, плотная пленка оксида алюминия удерживает жидкий металл. Оксид алюминия, тугоплавкое вещество, один не сплавляется в слиток, даже при нагреве, до 1200 градусов. Пожар в Калифорнии. До деда был полностью испепелен огнем, который на прошлой неделе убил третьих людей и прожег более 40 тысяч гектаров. В Калифорнии большая часть земли вокруг дома актера была выжжена, и его дом остался цел. Дом Пирса брослено стоимостью 3,5 миллиона долларов. Как можно заметить по земле вокруг его собственности страдальческая гримаса появилась на лице Броснана. Когда он вышел из своего уэнтровера и увидел выжженную землю, множество знаменитостей потеряли свои дома в огне в Улси, в том числе Лем Химсворд и Майли Сайрус, Джерард Батлер, Нил Янг, Ким Бейсингер, Робин Тик и Камила Граммер из отчаянных домохозяек Беверли Хиллс, Джерард Батлер вернулся в свой особняк Малибу стоимостью 2,52 миллиона долларов в понедельник и поделиться фотографией.